Безопасность на дорогах стала основной темой еженедельного совещания при главе Чувашии. За 8 месяцев 2013 года под данным ГИБДД зарегистрировано снижение количества аварий. Вместе с тем в 12 муниципальных образованиях зафиксирован рост ДТП. Неблагоприятная ситуация зарегистрирована в Валиковском, Янтиковском и Вурнарском районах. Самая высокая аварийность в Козловском. В плане безопасности движения сейчас ставка делается на развитие сети систем видеофиксации. На эти цели выделено 74 миллиона рублей. Из них уже 51 миллион освоен. Из 43 запланированных фотокамер установлены 20. В местах, где установлены приборы, отмечается резкое сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных в результате нарушения скоростного режима. Министр отметил, что в столице республики ряд мер позволил снизить аварийность в среднем на четверть. Однако есть и такие муниципалитеты, где не обеспечивают безопасность на пешеходных переходах. В качестве примера глава МВД назвал Шумерлю и Новочебоксарск. Администрации и соответствующие ведомства неоднократно привлекались к ответственности. Но дальше выплаты штрафов дело не идет. Не реагирует на предписания и администрация Чебоксарского района. Здесь в течение пяти лет ГИБДД просит ликвидировать пешеходный переход через трассу М-7. Ежегодно там погибает множество людей. Весной этого года муниципалитет дал согласие. Но переход до сих пор функционирует. По-прежнему актуальна проблема травматизма среди детей. Глава Чувашии считает, что к воспитанию надо привлекать родителей. А в школах чаще проводить уроки безопасности. Развитие трассовой медицины тоже дает свои результаты. За 2013 год удалось сократить время ожидания скорой с 25 минут в 2006 до 13 в текущем. Доля пострадавших, которые доставляются в травмоцентры первого уровня, то есть это ближайшее к месту произошедшего ДТП, увеличилась практически до 69%, то есть практически до 70%. При этом возросло количество оперативных вмешательств именно в этих травмоцентрах. Все это позволило уменьшить количество умерших по причине ДТП в лечебно-профилактическом учреждении. Хотя процент погибших до приезда скорой помощи все равно высок. По словам министра, большинство ДТП происходит из-за нарушений скоростного режима. В этих ситуациях медики оказываются бессильны. Не хватает также машин скорой помощи. Чтобы обеспечить все лечебные учреждения, глава Чувашии призвал активно в этом вопросе работать с Минздравом, чтобы получить достаточное количество автомобилей. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.